1852 год. В Европе уже почти 40 лет не происходило крупных войн. Случилось несколько небольших стычек в разных частях планеты, но чего-то масштабного, чего-то, что решило бы все накопившиеся проблемы, не было. Поэтому всем срочно требовалась какая-нибудь заварушка. Начнем с Российской империи. Николай I очень хотел прибрать к рукам Балканы. Во-первых, потому что там жили православные народы, которые постоянно бунтовали и не желали подчиняться Османской империи. Во-вторых, контроль над Черноморскими проливами, Босфор и Дарданеллы позволил бы флоту и торговым кораблям свободно выходить в Средиземное море. Но это полностью противоречило интересам Великобритании. Османская империя являлась главным покупателем английских товаров, так как между ними был договор о свободной торговле. Османская империя так активно покупала товары англичан, что перестала заниматься собственным производством, и промышленность оказалась на дне. Османская империя переживала далеко не самые лучшие времена. Восстания, военные неудачи, страна была на грани распада, но Франция и Великобритания прикладывали все усилия для поддержки живого щита, огораживающего Средиземное море от Российской империи. Таким образом, Турция фактически превратилась в экономического и политического раба. Также английские товары закупал Иран, и самый выгодный торговый путь проходил как раз таки через те проливы, на которые положил глаз Николай I. Франция тоже не хотела видеть в Средиземном море русские корабли. Никто не любит конкуренцию. Да и вообще, единственное, чего хотели французы, это реванш за 18-12, за Наполеона I. По решению Венского конгресса, Бонапарты не могли наследовать престол, но несмотря на это, в конце 1851 года к власти пришел Наполеон III. Сделать это ему удалось благодаря поддержке католической церкви, и поэтому Наполеон III старался отстаивать интересы Ватикана. Я за тебя горой-стеной. Да? Ну тогда принеси мне ключи от церкви в Палестине. Он отправился к османам и такой... Мне нужны ключи от церкви в Палестине. Вообще-то они принадлежат православной общине. Эй, ты же не отдашь ему ключи? Конечно нет. Я все слышал. Ладно. Я тебя понял. Франция нагло отобрала то, что принадлежало православной церкви. Османская империя этому никак не помешала. Николай I был в ярости. Это нельзя так просто оставить. Менщиков, побазарь с османами. Как ты умеешь. Окей, босс. Менщиков был не самым дипломатичным человеком. Поэтому, когда он прибыл в Константинополь, он отказался кланяться Султану. Тогда Султан велел поменять дверь, чтобы Менщиков не смог пройти через нее, не поклонившись. Ну все, теперь ты... Ты, ты, ты нормальный вообще? Ладно, хватит с меня этого цирка. Вот наши требования. Не соглашайся. Нет. Николай хотел взять под защиту всех православных, проживающих на территории Османской империи, и тем самым немного приблизиться к желанным проливам. Британия понимала это, и так как Османская империя зависела от нее, решение принимала Британия. Тогда Николай I приказал русским войскам занять подчиненные Султану Молдавию и Валахию до тех пор, пока Турция не удовлетворит требованиям России. Ну? За огну. Такие агрессивные действия со стороны России привели к тому, что Франция, Англия, Австрия и Пруссия собрались на конференции в Вене, и составили компромиссный для всех сторон документ. Николаю I понравилась такая идея. Но Османскому Султану она не понравилась. Так, а если мы немного перефразируем? Вот здесь. Соглашайся. Окей, теперь согласен. Ты реально думаешь, что Россия откажется подписать документ только потому, что из-за меня вы немного перефразировали пару предложений? Там же ничего не поменялось. Смотри. Не переживай, братан. Мой флот уже готов. И в случае чего я тебе помогу. И я. Хмммм. Понимая, что на его стороне сильные союзники, Султан потребовал у Российской империи вывести все-таки войска из-под контрольных ему территорий. Но Николай I считал для себя непозволительным идти на поводу у турков. И отказался подчиняться. Россия не выполнила условия и 16 октября 1853 года Турция объявила ей войну. Британская, французская и османская империи суммарно составляли примерно половину земного шара. И казалось, что дела пойдут явно не в пользу Российской империи. Но была одна проблема. У враждующих сторон практически не было точек соприкосновения. Удары по России можно было нанести на Балтике, в Черном море, на Кавказе, ну и как варианты Архангельск и Камчатка. Не густо. Но Франция с Великобританией и не торопились нападать. Они надеялись, что османам удастся хорошенько насолить Российской империи. Но им не удалось. Российские войска еще не забыли, как их деды выдавали лещей армии Наполеона I. Их боевой дух был крепок, а потому турков они лупили везде, где те появлялись. Первая попытка Османской империи сделать что-то произошла на реке Дунай. Турки начали обстрел русских позиций через реку. В ответ на это Российская империя ввела в Дунай военную флотилию, которая была обстреляна турецкой артиллерией, но осталась целой. Затем 8 тысяч османских солдат переправились через реку, где их встретили 6 тысяч русских. Обе стороны понесли потери, испугались и отступили. Тем временем на Кавказе турки дважды попытались атаковать, но дважды потерпели поражение. Здесь ситуация была в принципе плачевной для них. В Черном море русским удалось захватить два турецких парохода, которые вошли в состав Черноморского флота, а один русский фрегат вынудил отступить три турецких парохода. 30 ноября Черноморский флот под командованием вице-адмирала Нахимова за несколько часов разгромил турецкую эскадру. Это событие вошло в историю как последнее крупное сражение парусных флотов. Спастись удалось только одному пароходу. Капитан корабля ожидал награду за спасение судна, но был уволен со службы. Султан был очень недоволен и сказал, я бы предпочел, чтобы он не спасся бегством, а погиб в бою, как и остальные. Узнав о случившемся, французская и английская эскадры вошли в Черное море и такие, Так, мы не дадим в обиду нашего союзника, так что советуем больше не открывать огонь. Эм, и вообще, чтобы мы твоих кораблей тут больше не видели. Выводи войска. Теперь уже французы требовали, чтобы Россия освободила Дунайские княжества, но Николай твердо заявил нет. Он оборвал все дипломатические связи с Францией и Англией, а затем отправился к Австрии и Пруссии. Мужики, я надеюсь, вы не будете вмешиваться в наши разборки. Ну, как бы... Парни, как насчет стать нашими с Британией союзниками? Ой, свали, пожалуйста. Ну так что? Ну, мы как-то не собирались воевать, так что расслабься. Круто. Спасибо, мужики. От тебя знаешь что? Мы возьмемся за оружие, только если... Если что? Если ты не выведешь войска из Дунайских княжеств. Австрия была многонациональной империей, и она сильно боялась появления на Балканах независимых государств. Потому что это могло вызвать рост национально-освободительных движений уже в самой Австрии и привести ее к развалу. Здесь Николай уже не мог сопротивляться, и в июне 1854-го был начат вывод русских войск из Молдавии и Валахии. Турки аккуратно шли за ними, но в конце августа на территорию Дунайских княжеств зашла Австрия и мирно отправила османов домой. Но мы забежали немного вперед. Давайте отмотаем. Свали, пожалуйста. Знаете, куда пошел Наполеон Третий? Собирать яйца в кулак. Османская империя облажалась, и поэтому настало время Франции и Великобритании показать Российской империи, что она не с теми связалась. 27 марта 1854-го года они объявили ей войну. Так, войну объявили. Надо теперь что-то делать, да? А ты шаришь. Для начала они решили пострелять по Одессе безуспешно, затем по Севастополю, и тут неудача. Часть войск высадилась подварной и планировали наступать отсюда, но холера выкосила половину десанта. Эм... Ща все будет. Часть войск Англии и Франции держали в Тихом океане для защиты своих торговых кораблей от Российской империи. Но России не было дела до грабежа караванов, и поэтому, можно сказать, военные силы стояли без дела. Но возвращаться домой без трофеев было нельзя, и поэтому англо-французская эскадра отправилась на Камчатку, брать Петропавловск. Они надеялись, что их появление там окажется полной неожиданностью для русского командования, и они без особых потерь заберут себе город. Загрузив целый баркас с Блэк Джеком и женщинами, они двинулись прямиком на город, планируя к обеду завершить мероприятие и отпраздновать успех. И чтобы поднять боевой дух солдат, командующий эскадрой английский адмирал Дэвид Прайс перед началом боя застрелился, и первый штурм пришлось отложить на сутки. И штурм этот не удался. Тогда было решено передохнуть и идти в обход с новыми силами. Стоит заметить, что здесь российские войска уступали и в численности, и в огневой мощи, но по итогу это не помешало отправить французов и англичан обратно домой. Это уже не смешно. А ты шаришь. Также они попытались подобраться к России через Балтийское море, но из-за новоизобретенных морских мин к важным портам подойти не удалось. Все, что получилось сделать, это взять крепость Бомарсунд в Финляндии. Остальные операции в тех краях провалились. Осталось Белое море, но приплыв туда, они обнаружили только моржей. Постреляли по Соловецкому монастырю, по городу Пола и поняли, что больше тут ловить нечего. Слушай, может просто сделаем то, ради чего ввязались в эту срань? Отдавай. Важнейшей целью для этих парней было истребление Черноморского флота России и захват Крыма. Начинаем? Да, пора бы уже. 13 сентября на берегах Евпатории оказалась 60-тысячная армия англичан, французов и турок. Меншиков с 35-тысячным войском разместился вдоль реки Альмы на пути движения неприятеля к Севастополю, но при столкновении потерпел поражение. Севастополь нужно было защитить. Вице-адмирал Корнилов предложил выйти в море и попробовать сразиться там. Но нет, Меншиков приказал снять со старых кораблей вооружение и использовать его для усиления гарнизона. А сами корабли были собственноручно затоплены здесь для того, чтобы флот врага не мог заплыть в бухту. Русским войскам в кратчайшие сроки удалось организовать качественную оборону города. Французский маршал Сент-Арно понял, что с северной стороны русские готовы принимать гостей и решил ударить с другой стороны. Меньше чем за неделю французы окружили город. Меншикову пришлось покинуть Севастополь. 18 тысяч русских солдат, большинство из которых были моряками, заперлись в городе, который 25 сентября 1854 года официально объявили осажденным. Маршал Сент-Арно не приказал брать город штурмом. Ему вообще уже не было дела до войны. Он заболел холерой, поэтому все действия армии были весьма вялыми. Когда французы идут на Москву, на помощь приходит генерал Мороз. Когда идут на Крым, полковник Холера. Сент-Арно скончался и его заменил Конрабер. Во время этой заминки русские перебросили войска и укрепились. Пока Англия с Францией разворачивали артиллерию и рыли траншеи, русские совершали вылазки и обстреливали неприятеля, стараясь задержать осадные работы. К тому же Меншиков прислал подкрепление. 17 октября. Осадные работы завершились и была проведена первая бомбардировка Севастополя. Огонь велся и с суши, и с моря, но успехом это не увенчалось. К сожалению, в этот день погиб вице-адмирал Корнилов. Что-то мне подсказывает, что этот город так просто не взять. А ты шаришь. Бомбардировки продолжались и осадные работы продвигались вперед, сжимая кольцо вокруг города. Меншиков уже не мог смотреть на непрерывные мучения защитников. К тому же у него была информация, что 6 ноября неприятель планирует генеральный штурм. Этого нельзя было допустить, и 5 ноября состоялось сражение. Сорвать штурм удалось, но итоги сражения оказались весьма печальными. Меншиков очень расстроился и впал в депрессию. Он прямо говорил, что по всей видимости это конец, что Севастополь не удержать. Такая неудача обусловлена рядом причин, тактика, вовремя подоспевшая подкрепление неприятеля, и ружья. Вообще это вроде как миф. Первые причины гораздо важнее, но не рассказать о популярном мнении нельзя. Дело в том, что солдаты Англии и Франции имели ружья с нарезными стволами, в то время как русские солдаты довольствовались гладкоствольными. Разница весьма ощутимая. Пуля, выпущенная из гладкоствольного оружия, поражает противника на расстоянии около 200 метров, а пуля, которой стреляют из нарезного ствола, на расстоянии километра. Такая конструкция раскручивает пулю, поэтому она летит дальше, и при попадании в тело с большой вероятностью разлетается на осколки, нанося увечья, несопоставимые с жизнью. Несмотря на все, город держался. В обороне принимал участие каждый. Мужчины храбро сражались с оружием в руках, женщины строили укрепления, дети под обстрелом собирали использованные ядра. Благодаря вылазкам на врага удавалось раздобыть пропитание, нарезные ружья и боеприпасы. Северная сторона города блокировалась гораздо слабее, и порой даже получалось понемногу снабжать защитников необходимыми вещами. Но продовольствия на всех все равно не хватало. Та же проблема была и у Англии с Францией. Провизии свежие войска приходили весьма медленно, а один раз вообще все подплывающие корабли с припасами затонули из-за сильной бури. Пришла зима, погода испортилась, шли дожди. Обе стороны конфликта страдали от эпидемии. Изначально Англия и Франция даже не думали, что придется задержаться здесь до зимы. Расстроенный неудачами меньшиков уже не предпринимал никаких решительных действий, несмотря на требования Николая I. Январь 1855 год. В Евпаторию приплывают турки, и меньшиков все-таки делает попытку прогнать их и захватить город. Но снова неудачно. Николай I принимает решение заменить меньшикова на Горчакова, а сам огорченный неудачами своей армии пошел гулять по морозу в легкой одежде, подхватил воспаление легких, и 2 марта 1855 года Николай скончался. Меня уже бесит эта война. Меня тоже. Столько сил тратим, а толку ноль. Эй, парни. Давайте я вам помогу сейчас, а потом вы поможете мне снова стать большим и сильным. Эм, ну давай попробуем. Англия с Францией были очень недовольны сложившимся положением дел и перешли к решительным действиям. К тому же к ним присоединилось Сардинское королевство. Мелочь, так сказать, а приятно. Их силы под Севастополем стали расти, как на дрожжах. С 9 по 19 апреля была проведена вторая мощная бомбардировка города. Но Севастополь даже не покосился. Запланированный после бомбардировки штурм пришлось отложить. Корабли продолжали постоянно подвозить новых людей и припасы. С 3 по 5 июня случилась третья бомбардировка. Кольцо стало сжиматься еще сильнее. И уже было рукой подать до Малахова кургана. Горчаков понимал, что если противник получит этот холм, то город придется сдать. 17 июня. Четвертая бомбардировка с последующим штурмом, который был успешно отбит защитниками города. После смерти Николая I на его место пришел Александр II. Казна потрачена на войну. Половина земного шара враги. Нужно было срочно ставить точку в этом деле. В начале августа был собран военный совет, на котором было принято решение наступать со стороны реки Черный. 16 августа они сделали это и с треском провалились. А уже 17 августа Англия с Францией приступили к 5-й бомбардировке. 4 сентября к 6-й, а 8 сентября французы захватили Малахов курган. Дальнейшая оборона города была бессмысленной. И ночью защитники подожгли в городе все, что могло гореть. Затопили корабли, находившиеся в бухте, и переправились на северную сторону. 11 сентября город был частично оккупирован. 349 дней Севастополь держался. За этот город отдали свои жизни вице-адмирал Корнилов, контрал-адмирал Истомин, адмирал Нахимов и больше 100 тысяч солдат. Война остановилась, но не закончилась. Мирный договор был подписан только 30 марта 1856 года. Российской империи пришлось вернуть турецкие земли. В ответ был освобожден Крым. Черное море стало нейтральным. Ни Россия, ни Турция не имели права размещать там военные корабли. Также России запретили соваться на Балканы. И вроде как Англия и Франция добились своей цели, уничтожили Черноморский флот. Но, грубо говоря, это все, чего удалось добиться в войне, в которой принимала участие половина мира. Россия после такой войны требовала перемен. И Александр II был совсем не против. С самого начала он понимал, что следует заняться внутренней политикой страны.